2015-й должен стать годом развития бизнеса в Ненецком округе. Об этом заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей на ежегодной пресс-конференции. Валерий Чупров ответил на вопросы журналистов, подвел итоги ушедшего года и наметил планы на этот. Также бизнес-омбудсмен представил прессе свой ежегодный доклад. Все подробности далее. Основная задача бизнес-омбудсмена – стоять на страже прав предпринимателей. Это работа по каким-то конкретным обращениям. Таких обращений, официально оформленных, за прошлый год было 224. Но общее количество выше, так как многие обращения, например, на телефон, не попадают в статистику. Большинство из них по размещению объектов нестационарной торговли. Система у городских чиновников отлажена, обращения в ответ ничего. Проходят месяцы, никакого решения. Длительная переписка проходит год, но уже поздно. Ровно год потратил человек на переписку с нашим муниципалитетом. Да, они стационарные торговли. То есть они попросят установить палатку, допустим, в муниципалитет? Да, через месяц получают письмо. Спасибо, что подняли этот вопрос. Проблема очень актуальная. Вот вернутся скоро депутаты. Мы обязательно это рассмотрим. Серьезно. Проходит месяца три. Он пишет новое обращение. Как насчет распределения торговых мест. Надо подождать еще немного. В сентябре обращается. Теперь я уже могу рассчитывать на то, чтобы участвовать в аукционе по предоставлению мест. Ему говорят, теперь уже поздно. В связи с предстоящей передачей земель, введение округа. Мы теперь не вольные тут ничем распоряжаться. Это уже в сентябре. И напомню, речь идет про 95-й, который вообще-то с 1 января 2015 года вступил в силу. Таким образом, на протяжении целого года переписка, а результата-то нет. Напомню, сейчас таких торговых павильонов легально работает всего семь. Еще 22 места формально пустуют. Причина – бездействие чиновников. Администрация Наринмара никак не привлекает ИПшников к участию в аукционе. Вот и получается, что нелегалы торгуют себе и никаких действий в части легализации своего дела не принимают. А мэрия закрывает на это глаза. Это влечет за собой две проблемы. При бездействии городских властей нелегальные тонары не приносят в казну денег, а нерассмотренные заявления предпринимателей на размещение нестационаров лишают город десятков созданных рабочих мест. Сама же по себе работа над обращениями позволяет выявить те системные и проблемные вопросы, которые потом можно сформулировать как предложение и отправить губернатору региона. Проблем много. Мы все понимаем, в каких условиях мы сегодня живем, в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Поэтому предложения я формулировал, отталкиваясь от имеющейся ситуации. Это те предложения, которые на самом деле не стоят денег. Под это не требуется каких-то огромных сумм. Это те предложения, которые реально можно в условиях нашего округа сделать совместными усилиями органов государственной власти. И исполнительные, и законодательные, и так далее. Так скажем, это такие малобюджетные вещи, которые, на мой взгляд, позволили бы оптимизировать значительно эту сферу. В целом, 2014 год показал, что в регионе недостаточно развита система мер поддержки субъектов предпринимательства. В начале прошлого года было всего две меры поддержки. Это гранты и субсидии по лизинговым платежам. Сегодня же в утвержденной программе предусмотрено уже 13 мер поддержки. Я говорил о том, что, да, это вот актуальная тема, о том, что у нас напрочь отсутствует, отсутствовала инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства. Инфраструктура поддержки – это любые организации, как бы они ни назывались, да, те, смыслом деятельности которых является помощь. Вот у нас на февраль прошлого года к таким организациям можно было отнести, то достаточно условно, информационно-консультационный пункт при администрации Заполярного района. Поскольку они занимались тем, что помогали предпринимателям, да, вот этот консультационный пункт в 14-й год доработал, и с 1 января 2015-го его деятельность прекращена. Вот, и говорил я в своем докладе о том, что среди таких организаций наиболее востребованным, наиболее насущным является организация, которая бы занималась микрофинансированием и выполняла бы функции гарантийного фонда. И мы с вами знаем, что буквально недавно, пару недель назад, да, все-таки это решение, значит, было согласовано и депутатским корпусом, сейчас происходит регистрация фонда. Также Валерий Чупров привел данные опроса, которые он проводил на территории региона. Например, в случае, если в регионе возрастут налоговые платежи, 46% опрошенных предпринимателей полагают, что переложат дополнительные расходы на потребителей, 34% компенсируют за счет своей прибыли, а 32% и вовсе ликвидируют бизнес. Исходя из этих данных, повышение административных и налоговых нагрузок влечет за собой плачевные последствия для бизнеса. К счастью, пока они не планируются. Также негативно на предпринимательскую сферу влияют и частые проверки со стороны Роспотребнадзора, налоговой службы и УФМС. В целом же Валерий Чупров подчеркнул, что те возможности, которые есть у региона, в 2014 году использовались. Был принят закон о защите прав инвесторов. Кроме этого, рассмотрен закон, который устанавливает льготы по налогу на имущество. Для начинающих предпринимателей начались налоговые каникулы. Эти вещи так или иначе нашли свое отражение в деятельности региональных властей.